Добрый день, уважаемые коллеги! Действительно у нас собралась уникальная аудитория совершенно разных специалистов, которые обсуждают одну проблему. Как нам предотвратить те заболевания, которые действительно можно предупредить своевременной, правильной, адекватной и рациональной вакцинопрофилактикой. И я сегодня буду говорить именно о пневмококковых инфекциях. Хочу отметить, что несмотря на это представляющий конфликт интересов, и хочу отметить, что несмотря на то, что, наверное, сегодня мы в первую очередь озабочены лечением совершенно других инфекций, в первую очередь пандемия новой коронавирусной инфекции, мы должны осознавать, что пневмококковая инфекция не теряет своей актуальности. Об этом свидетельствуют результаты тех эпидемиологических исследований, которые доступны, в первую очередь, в развитых странах. Хочу вам напомнить о том, что пневмокококок остаётся ведущим возбудителем инвазивных бактериальных инфекций. Речь идёт и о бактериемии, и о пневмококковом менингите. Кроме того, на сегодняшний день, если мы говорим о качественных исследованиях этиологических, совершенно очевидно, что это возбудитель номер один в структуре вне больничных вниманий у взрослых, как у острова среднего отита у детей. И согласно результатам, известным эпидемиологическим, полученным в крупных развитых странах, совершенно очевидно, что это ещё огромное социально-экономическое время, потому что с дневмоколковыми инфекциями нижних дыхательных путей ассоциируется около миллиона летальных случаев в год. А экономическое время для такой хорошей развитой экономики, как экономика Соединённых Штатов Америки, для лиц старше 50 лет, составляет примерно 5 миллиардов долларов в год. То есть, конечно, это колоссальная с точки зрения медицинской, социально-экономической значимости проблема. Хочу отметить, что, безусловно, мы должны понимать, что дневмоколковые инфекции могут регистрироваться в совершенно разных категориях пациентов. Это и дети, и взрослые, и лица не только молодого, но в большей даже степени среднего, пожилого и старческого возраста. Но есть определённые категории пациентов, которые им подвержены больше. И в данном случае в своё время как раз с нашими американскими коллегами были предложены так называемые группы риска по развитию пневмоколковых инфекций. И понимание наличия этих групп нам необходимо для того, чтобы направить наши усилия по специфической вакцинопрофилактике. И к таким группам пациентам относятся лица старше 65 лет, пациенты с целым рядом совершенно разнообразных хронических сопутствующих заболеваний, как бронхолёгочной системы, так и сердечно-сосудистой. Это лица с сахарным диабетом, с некоторыми хроническими болезнями печени. Наличие кахлеарного импланта, ликвареи, независимо от её природы, также является дополнительным фактором риска развития пневмококовых инфекций. Но хочу отметить, что, конечно, иммунокомпрометированные пациенты относятся к группе особого риска. И, в общем-то, к статусу иммунокомпрометированных тоже относятся пациенты совершенно разнообразные. И здесь вы видите на слайде какие-то группы пациентов. Это и пациенты, которые получают иммуносупрессивную терапию совершенно по разным причинам, в том числе глюкокортикостероиды в фармакодинамических дозах. Это пациенты с врождёнными и приобретёнными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекции. Это пациенты, которые наблюдаются у терапевтов и непрологов, например, хронической болезнью почек с нарушением функции. Это пациенты с гемоглобинопатиями. И что, наверное, в большей степени интересно сегодняшней целевой аудитории, это пациенты с злокачественным образованием с самыми разными, в том числе гемопластозами, а также лица, которые по той или иной причине получили трансплантат органа и вынуждены находиться на поддерживающей длительной иммуносупрессивной терапии. Хочу отметить, что именно иммунокомпрометированные пациенты относятся в группе особого риска по развитию как пневмококовых пневмоний, так и инвазивных пневмококовых инфекций. И об этом свидетельствует серия эпидемиологических работ. В частности, одно из исследований вы видите на слайде. Это крупное ретроспективное наблюдательное исследование, которое выполнялось нашими американскими коллегами среди взрослых в возрасте от 19 до 64 лет. И вы видите, что наличие любого иммунокомпрометирующего заболевания или состояния значимо увеличивало риск как пневмонии, так и инвазивных пневмококовых инфекций. И вы видите, что риск был особенно высоким среди пациентов, у которых присутствовало два фактора риска. Он был особенно в отношении инвазивной пневмококовой инфекции. Значительно выше в случае наличия любого злокачественного образования сплини и ВИЧ-инфекции. И ещё одно исследование, которое выполнялось также популяционно и наблюдательно, которое выполнялось нашими коллегами из Канады и имело такой характер регистрационного. В нём за достаточно длительный период времени у пациентов иммунокомпрометированных регистрировались инвазивные пневмококовые инфекции. Обратите внимание, насколько возрастала вероятность развития инвазивных пневмококовых инфекций у иммунокомпрометированных по сравнению с иммунокомпетентными пациентами. И наиболее высокий риск отмечался именно среди пациентов с различными гемобластозами и острой хронической лейкемией, с лимфомами и мейломной болезнью. Это многократное увеличение частоты встречаемости инвазивных пневмококовых инфекций. Причём именно у пациентов с гемобластозами повышенный риск инвазивных пневмококовых инфекций сохранялся очень длительно, независимо от их статуса наличия либо завершения курса, например, гемотерапии. То есть, таким образом, эта категория пациентов относится к группе особенного риска. И, безусловно, здесь необходима как можно ранее адекватная профилактика пневмококовых инфекций как инвазивных, так и неинвазивных. Но, собственно, возвращаясь к клиническим аспектам, с какой целью вообще мы используем вакцинацию специфическую против пневмококовых инфекций. Мы решаем несколько задач. И я уже говорила, и это очень важно именно для пациентов иммунокомпрометированных. Это, в первую очередь, снижение заболеваемости инвазивными пневмококовыми инфекциями, которые отличаются очень высокой летальностью либо инвалидизирующими осложнениями, иногда стойкими, если речь идёт о пневмококовом менингите. Кроме того, мы профилактируем очень распространённые инфекции, которые не отличаются высокой летальностью, такой уж высокой летальностью или серьёзными последствиями, серьёзными осложнениями, но, тем не менее, чрезвычайно распространены. Это, в первую очередь, понимание у взрослых, острой средней опеки детей. Кроме того, мы должны понимать, что специфическая профилактика пневмококовых инфекций у взрослых и детей взаимосвязана. Поэтому своевременно адекватная профилактика детей является своего рода очень надёжным способом профилактики пневмококовых инфекций у взрослых. Потому что, по сути дела, дети, которые нередко являются здоровыми носителями, являются источниками пневмококов при тесном контакте для взрослых. Соответственно, своевременная вакцинация детей, и правильно, адекватно снижают в целом бремя пневмококовых инфекций, потому что уменьшают вероятность инфицирования взрослых. И хочу отметить, что, наверное, именно в отношении вакцинации против пневмококовых детей мы в последние годы демонстрировали очень значительные успехи. То есть как только вакцина появилась в национальном календаре прививок, ситуация действительно сдвинулась с мертвой точки и во многих регионах результаты очень впечатляющие. Но ещё один важный аспект, когда мы говорим о профилактике любой инфекции, это возможность ещё уменьшить частоту применения антибиотиков и опосредованно уменьшить время антибиотикорезистентности. Потому что, говоря о пневмококовых инфекциях, я не могу не отметить, что в последние годы наша страна движется в сторону значительного распространения в популяции полирезистентных пневмококов. И на сегодняшний день это касается не только устойчивости данных изоляторов к макровидным антибиотикам, к таким группам препаратов, как тетрациклина или котримоксозол, к чему, наверное, мы уже давно привыкли. Но в последние годы мы отмечаем значительный рост устойчивости к пневмококов к препаратам пенициллинового ряда, к циклоспалинам третьего поколения. И уже оказываемся нередко в ситуации, когда тяжёлая пневмококовая инфекция лечить нечем. Поэтому специфическая профилактика это возможность предотвращения инфекции и, соответственно, уменьшения частоты использования микробных препаратов. Что мы имеем в арсенале для профилактики пневмококовых инфекций у взрослых? С детьми, наверное, всё понятно. Здесь на сегодняшний день в России существуют две вакцины, которые зарегистрированы именно по показанию специфической профилактики пневмококовых инфекций у взрослых. Это 23-х валентная пневмококовая полисахаридная вакцина и 13-х валентная конъюгированная пневмококовая вакцина. Хочу отметить, что, по сути дела, доказательства эффективных в взрослых есть для одной и другой вакцины. И если 13-х валентная конъюгированная вакцина характеризуется, наверное, более высокой иммуногенностью за счёт особенностей формирования иммунитета и более длительным сохранением достаточного, скажем, иммунного ответа, то 23-х валентная обладает существенным преимуществом с точки зрения более широкого серотипового покрытия. Говоря о пациентах иммунокомпрометированных, но ещё раз хочу отметить, что, по сути дела, для взрослых очень важно иметь в арсенале обе вакцины. И в каких-то случаях это может быть вакцинация только одной полисахаридной вакциной, в первую очередь, когда мы говорим о пациентах иммунокомпетентных, но имеющих факторы риска пневмококовых инфекций. Но вот, к сожалению, когда мы говорим об иммунокомпрометированных, иммунокомпрометированной категории лиц, то здесь есть определённые особенности в плане профилактики пневмококовых инфекций. Я уже говорила о том, что здесь, в общем-то, мы должны понимать, что это категория особого риска, многократно увеличенного с точки зрения высокой частоты инвазивных пневмококовых инфекций, особенно если речь идёт о пациентах с гемопластозами. Ещё один важный момент — это очень сложная популяция пациентов с точки зрения как раз демонстрации высокой иммуногенности и эффективности вакцин. И при прочих равных условиях, если мы возьмём иммунокомпрометированных лиц, то и конъюгированная вакцина, и полисахаридная вакцина демонстрируют здесь более низкую иммуногенность и потенциальную клиническую эффективность с точки зрения и протективного действия, и длительности защиты. К сожалению, использование только полисахаридной вакцины демонстрирует, в общем-то, недостаточную клиническую эффективность, особенно если речь идёт о пациентах с гемопластозами. Поэтому здесь мы должны понимать, что сама по себе схема вакцинации будет более сложной, чем у пациента иммунокомпрометированного, и должны быть готовы к тому, что мы можем не получить такой высокой иммуногенности и клинической эффективности. Но, тем не менее, это не должно быть причиной отказа от вакцинации, учитывая действительно очень высокий риск и, самое главное, неблагоприятные последствия, в том числе высокую летальность в случае инвазивных мемогоковых инфекций. Ну и, пожалуй, ещё одна проблема, с которой мы, как и многие развитые страны, мы столкнулись относительно недавно. Это связано как раз с тем, что эффективно внедряется пневмококковая вакцинация, конъюнгированные вакцины у детей. Это приводит к своеобразным эпидемиологическим изменениям. В частности, это привело к тому, что в нашей стране, так же, как и в других странах Европы, Северной Америки, постепенно из циркуляции, увы, тесняются вакцины и терротипы, и всё чаще и чаще, как неинвазивные, так и инвазивные пневмококковые инфекции, вызываются невакцинными сиротипами. И это заставляет, в общем-то, всё мировое сообщество периодически пересматривать подходы к вакцинации. А также является своего рода стимулом для разработки и регистрации конъюнгированных вакцин с более высокой валентностью, а также поиском альтернативных путей специфической профилактики пневмококковых инфекций с поиском и попыткой использовать такие вот универсальные вакцины, которые были бы эффективны против всех пневмококков, независимо от того, к какому сиротипу они принадлежат. Так вот, к сожалению, вот такое меняющееся, меняющиеся эпидемиологические данные коснулись и нашей страны. Если вы посмотрите результаты относительно недавнего исследования, которое выполнялось с моими коллегами из Смоленска, из Института антимикробной химиотерапии, вы очевидно видите на слайде разницу в серотиповом покрытии пневмококковой конъюнгированной вакцины 13-ти валентной, 23-ти валентной, пульсахаридной. Соответственно, несмотря на большую, по сути дела, иммуногенность, конъюнгированная 13-ти валентная вакцина сейчас дает достаточно невысокий процент серотипового покрытия. И это еще раз подчеркивает определенное преимущество полисахаридной вакцины и, по сути дела, очевидную необходимость комбинированного использования этих двух препаратов при специфической профилактике пневмококковых инфекций именно у иммунокомпрометированных пациентов. Собственно, это нашло отражение и в современных клинических рекомендациях. Хочу отметить, что, безусловно, их достаточно большое разнообразие в каждой стране на основании разных параметров клинических эпидемиологических данных. Клиника экономического анализа вырабатывает свою оптимальную стратегию вакцины-профилактики. Я вам приведу в качестве перемера одни из зарубежных рекомендаций. Это относительно недавно обновленная рекомендация консультативного комитета по практике иммунизации. Это один из самых авторитетных комитетов, который дает рекомендации по вакцинопрофилактике различных инфекций, включая пневмококкову. И вы видите, что у иммунокомпрометированных пациентов, то есть это пациенты со сплени, сеповидно-клеточной анемией либо другими гемоглобинопатиями, пациенты с патологией почек, которую я сегодня уже упоминала, пациенты с гемопластозами, пациенты с трансплантацией органов, пациенты, которым планируется либо проводится иммуносупрессивная терапия, включая назначение глюкокортикостероидов в фармакодинамических дозах, должны получать последовательную вакцинацию. Тут немножечко сложная, наверное, с точки зрения восприятия схема, но основной смысл ее заключается в том, что таких пациентов нужно вакцинировать последовательно. И первой должна быть конъюгированная 13-ти валентная вакцина, соответственно, одна доза ее вводится. А как минимум не ранее, в 8 недель после конъюгированной вакцины вводится пневмококковая полисахаридная вакцина. И каждые 5 лет пациентам иммунокомпрометированным осуществляется вот такая бустерная дополнительная вакцинация именно полисахаридной вакцины. Именно такая схема дает наибольшую эффективность и наилучшее сертифовое покрытие. И наши американские эксперты считают, что она является оптимальной для профилактики пневмококковых инфекций у взрослых из этой категории. Хочу отметить, что по сути дела российские рекомендации, которые вышли даже немножечко раньше, чем подготовленные североамериканскими экспертами, предлагают нам аналогичный алгоритм. Здесь вы видите позиционную статью, которая была опубликована по результатам совещания экспертов в 2017 году. Она появилась в 2018 году, где как раз пациентам старше 65 лет либо пациентам иммунокомпрометированным вы видите критерии, по которым наши российские эксперты отбирают пациентов в эту категорию. Они очень сходны. Так вот, таким пациентам также рекомендуется последовательная вакцинация. Сначала 13-ти валентной коммунитированной, затем полисахаридной, 23-х валентной вакциной. С последующей перевакцинацией этой категории пациентов полисахаридной вакциной каждые 5 лет. И здесь вы видите еще один российский документ, который появился примерно в то же самое время, достаточно долго обсуждался. Категория — это федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике пневмоококковой инфекции у взрослых. Видите, аналогичные рекомендации. Иммунокомпрометированным пациентам необходима последовательная вакцинация. Сначала конъюнкированная, затем через 8 недель полисахаридной вакциной, 3 вакцинации полисахаридной вакцины каждые 5 лет. Это аналогичные критерии, аналогичные группы для вот такой последовательной вакцинации. Наверное, очень важно нам с вами понимать, что когда мы говорим о иммунокомпрометированных пациентах, здесь нужно не только представлять себе схему вакцинации, но и понимать, когда она является наиболее оптимальной. И здесь как раз, в общем-то, нужно понимать, что своевременное введение важно с точки зрения обеспечения достаточной иммуногенности вакцинных препаратах и, соответственно, протективной клинической эффективности. Ну вот, допустим, если речь идёт о планируемой трансплантации солидных органов, если это не какое-то экстренное решение, а пациент находится в листе ожидания, то эксперты считают, что наиболее оптимально вакцинировать таких пациентов до проведения трансплантации. Это обеспечивает гораздо большую защиту от инвазивных, в первую очередь, пневмококковых инфекций. А исследования не подтверждают, что это каким-то образом повышает вероятность аутоиммунных реакций, то есть сама по себе вакцинация, повышает вероятность каких-то аутоиммунных реакций и риска оттажения трансплантата. Допустим, если речь идёт о гемобластозах, то при экологичной трансплантации кроветворных стволовых клеток эффективность вакцинации будет больше, если вакцинировать лица до получения кроветворных стволовых клеток и перед проведением трансплантации. То есть после трансплантации, к сожалению, иммуногенность значительно снижается. А полиэкемии здесь тоже достаточно чёткие рекомендации, то есть это целесообразно делать через 6 месяцев после химиотерапии либо через 9-12 после трансплантации кроветворных стволов клеток, если уж это не было выполнено до химиотерапии либо трансплантации. Есть определённые особенности, которые касаются иммуносупрессивной терапии. Они здесь, в общем-то, совершенно разные, касаются не только онкологии, но и других, в том числе терапевтических заболеваний, например, обуславливающих применение таких препаратов, как метатриктат, либо использование астероидов в фармакодинамических дозировках. И известно по данным исследованиям, что многие иммунодепрессанты снижают иммуногеностателем. И поэтому таким пациентам предпочтительно вакцинаться до начала терапии. Ну, либо, как вариант, допустим, если курсово вводится и токсимаб, то нужно выбирать время между курсами терапии. То есть именно такая стратегия, такая схема вакцинации обеспечивает достаточную иммуногенность специфической профилактики и её хорошую, в общем-то, переносимость и защитную или продуктивную эффективность. Ну, и ещё один момент, который сейчас также активно обсуждается. Я уже говорила о том, что в целом пациентам иммунокомпрометированным рекомендуется ревакцинация каждые 5 лет. Но на сегодняшний день есть данные, которые свидетельствуют о том, что лицам, получающим иммуносопрессивную терапию, возможный срок ревакцинации должен быть сокращен. Потому что защитные и протективные антитела у них сохраняются более в короткий период времени. Поэтому сейчас всё чаще и чаще рассматриваются эта категория пациентов как кандидаты на вот такую более частую ревакцинацию. Хочу отметить, что, к сожалению, несмотря на то, что мы достаточно... Я вам показывала официальные документы, мы достаточно много говорим о необходимости профилактики, о том, насколько эта категория пациентов иммунокомпрометирована, подвержена риску развития инвазивных пневмококовых инфекций. Со взрослыми ситуация не такая благополучная. Здесь вы видите результаты одного из недавних исследований нашего главного эпидемиолога Николая Ивановича Бреко, который следует о том, что примерно только полтора процента взрослых на сегодняшний день охвачены вакцинопрофилактикой против кандидатом инфекций. И вот на этой диаграмме круговой вы видите, что, по большому счёту, достаточно хорошо вакцинируются те категории пациентов, которые гораздо меньше подвержены пневмококовым инфекциям, но организованы. То есть это подлежащие призывы на военную службу. И только в этом структуре вакцинированных только один процент приходится на иммунокомпрометированный пациент. Наши собственные недавние исследования, которые мы сейчас выполняем на базе одного из госпиталей, ветеранов воин, свидетельствуют о том, что, возможно, в Москве ситуация более благоприятная. И мне кажется, это единственное, за что мы могли бы поблагодарить коронавирусную инфекцию, потому что, собственно, то лобби антивакцинальное, которое в России было очень активным и выступало против любой вакцинации, немножечко успокоилось. И одновременно с вакцинацией против коронавируса пациенты с факторами риска получают одновременно вакцинацию и против гриппа, и против пневмококовой инфекции. Но, тем не менее, несмотря на это, здесь вы видите на слайде данные, то есть из прошлых пациентов, которые госпитализировались совершенно по разным причинам, но это были лица старше 65 лет, поэтому им была показана вакцинация, только 15% были вакцинированы. Причём в абсолютного большинства, у 87% присутствовали те или иные факторы риска пневмококовых инфекций. Часть из них была из категории иммунокомпрометированных, в первую очередь из-за злокачественных новообразованиями. Так вот, среди них не было вообще ни одного вакцинированного против пневмококовой инфекции. Почему это так? Ну, здесь вы видите, наверное, красноречивые данные, свидетельствующие о том, что, наверное, не только антивакцинальная логика работает активно, но и в какой-то степени мы недорабатываем. Потому что большая часть пациентов сказала о том, что «ну, а я, собственно, не в курсе, меня никто не информировал о том, что я в группе риска, мне нужна вакцинация против немококовой инфекции». И только незначительная часть, то есть примерно 14% отказались самостоятельно, либо это было решение их более, скажем, молодых, наверное, более просвещенных родственников. Поэтому я слушала с удовольствием предыдущую презентацию и хотела бы присоединиться к тому, что, наверное, нам нужно ещё более активно говорить об этом и более активно информировать наше население не только о возможности вакцинации, но и о потенциальных последствиях, которые могут быть связаны с той или иной инфекцией. Только это позволит нам тем или иным образом поменять ситуацию. И, к сожалению, говоря об иммунокомпрометированных пациентах и о реальной практике, ещё одна проблема заключается в том, что у нас не только пациенты не вакцинируются своевременно и вообще среди этой категории очень низкий процент пациентов, получивших специфическую профилактику. Это связано ещё и с тем, что нередко используются и неадекватные схемы. Это тоже исследование, которое я уже сегодня цитила, обрала Николай Ивановича Брикова. Обратите внимание, если мы посмотрим с вами на пациентов с иммунокомпрометирующими заболеваниями, это на диаграмме вторая группа сверху, то абсолютная большинство этих пациентов прививалось только одной вакциной. То есть это была либо конъюнгированная вакцина, большая часть была привита полисахаридной вакциной, и только у очень незначительной части была последовательная вакцинация, которая именно этой категории пациентов безусловно показана. И об этом свидетельствуют не только результаты исследований, но и те российские международные клинические рекомендации, которые я сегодня представляла. Спасибо, уважаемые коллеги, за внимание. Продолжение следует...